Спасибо. Ну, продолжим наши дела. Значит, выживаемость онкологических больных. Я чуть-чуть повторюсь, учитывая, что аудитория у нас обновилась. Значит, прежде всего я повторю, что анализ, который проведен нами, свидетельствует о том, что по восьми базам данных, которыми мы располагаем, четыре базы данных, это северо-западного региона и четыре, которые работают по нашим программам, но не привязаны к северо-западу, имеют выживаемость близкую к среднеевропейской. И практически везде мы видим положительную динамику, динамику показателей выживаемости. Но дело в том, что... Так, у нас... А, работает. Это то, что я вам уже сказал. Двигаемся. Ну, это естественно, потому что в стране проводится огромная работа и по новому оборудованию, и по обучению. Я уже не говорю о тех форумах, которые проходят постоянно, и не может не быть положительного действия. Но дело в том, что те критерии, которые призваны для оценки эффективности службы или оценка работы каждого из учреждений, ну, здесь много вопросов. Ну, прежде всего, то, что все-таки их великое множество. Было 30, вроде хотят сейчас сделать 40. И на Ассоциации онкологов северо-запада мы смотрели, какие принять, какие предложить, убрать. Вот. И остановились, в общем-то, на трех главных. Первое – это, естественно, показатель выживаемости больных, который никто, в принципе, практически никто не использует, за некоторым исключением. Это уровень... Сейчас, секундочку. Сложности. Показатель выживаемости, показатель достоверности учета – это отношения умерших к заболевшим. Вот. И, естественно, летальность на первом году. Для того, чтобы нормально оформить работу по расчету выживаемости, все-таки необходимо провести огромную работу, прежде всего, связанную с кадровым обеспечением. Потому что большинство наших территорий, оно не располагает должным уровнем кадров. Я уже не говорю о специалистам соответствующих профилей. В Норвегии недавно был у нас директор, в раковом регистре Норвегии. Это два отдельных здания по три этажа, 70 сотрудников с соответствующим оборудованием. Конечно, поиском и чисткой всего того, что есть, а не так, как на многих наших территориях фактически нет даже ведущих специалистов, которые бы контролировали все эти дела. Поэтому вот два последних совещания, то, что сегодня говорили, и то, что вот в Уфе у нас была секция по раковым регистрам, она, прежде всего, удовлетворила меня в том, как тщательно и как профессионально работают специалисты нашего профиля. И как мало им уделяется внимания, ну, я уже кадровое говорил обеспечен, но самое главное, что они на самых мизерных окладах находятся. Они не клиницисты, и это как бы люди второго сорта, хотя профессионалы высочайшего уровня, и вы сегодня видели это здесь в том числе. Третья проблема, чтобы считать выживаемость, конечно, нужно иметь допуск к базам данных умерших. Вот эта проблема, которая ограничивает специалистов к тому, чем они обязаны заниматься, эта проблема у нас возникла тоже сразу после того, как в 2011 году был введен запрет на базу данных умерших. И когда мы обратились к губернатору, тогда это была Мадвиенко и ее зам по ЗАГСам, она говорит, что вы меня хотите подвезти, мы такие государственные служащие, а вы, бог знает, чем занимаетесь. Я говорю, мы тоже государственные служащие, и мы представляем государственный отчет. Если мы представляем данные, допустим, о контингентах больных, а там это не контингенты, а мертвые души, то это нарушение закона, и главных врачей всех надо привлекать к ответственности. Поэтому, наверное, раньше всегда существовал какой порядок? То, что называлось, для служебного пользования. И те лица, которые занимаются качеством, они не должны быть отброшены. И, пожалуйста, приведите, приведите, все какие документы эти все равно занимаются. Но я не говорю о базах данных МВД, КГБ и так далее, которые можно на любом рынке купить, как это вы знаете. Поэтому, конечно, то, когда мы проводили школу онкологов вместе с МАИР и ВОЗом, и делали мы, естественно, запросы на местах, располагаете ли вы нормальные работы с базой данных умерших 20, больше 20 территорий, сказали, что им запрещено этим заниматься. Следовательно, делаете выводы, если с 2011 года большое количество территорий вообще не имеют доступа к базе данных, понятно, что онкологи пытаются на районных звеньях вытаскивать информацию, жив или не жив больной, то как можно доверять в итоге этим данным? Есть еще одна проблема, проблема, которая существует фактически с 90-х годов, когда рухнул Советский Союз. Многие лечебно-профилактические учреждения ИНИИ не поставляют данные о тех больных, которые они пролечивают. И мы это встретились с московскими институтами, того же Гельмгольца, когда мы готовили работу по детской онкологии, в частности по злокачественным развиваниям глаза, его предаточного аппарата. Они говорят, у вас неполные данные. И я знаю, даже и наши институты, многие не посылают на чужие территории информацию о заболевших. То есть ни выписки, ни информацию никакую. Конечно, опять же, потери. Поэтому та цифра, которая у нас идет наверху в раке на пяти континентах, вот, допустим, по Петербургу, а уровень заболеваемости стандартизованного у нас практически такой же, как в среднем по России, мы на трехсотых местах. Только потому, что мы, конечно, теряем. Но я в конце вам покажу еще индекс достоверности учета, где смертность превышает заболевания, ну, количество умерших превышает по разным территориям и по разным локализациям. Это тоже потери. Вот. Есть другая сторона. Та, о которой я буду говорить более детально, это перераспределение больных по стадиям опухолевого процесса. Сверху все время требования. Дайте больше ранних стадий. Дайте больше. Почему у вас такие заниженные цифры первой и второй стадии заболевания? Ну и что? Ну, многие территории и в среднем по России мы получаем совершенно непонятные цифры. Вторая. Второй аспект. Это больные, накопленные из контингента в 5 и более лет. Их выдают за выживаемость. Это тоже неправильно. Я вам покажу дальше и что с этим связано. Потому что там процесс идет как в сторону большей величины. В целом по всем злокачественным образованиям у нас выживаемость выше, чем 50%. Так и, конечно, те цифры, которые показывают 5 и более лет, накопленных по многим локализациям, абсолютно не соответствующие выживаемости. И, по крайней мере, профессионалы должны это четко себе представлять. Вот первое, пожалуйста, посмотрите. Это ранние стадии по России почти 54%. А на самом деле их не более 30-35%. И вы увидите это дальше. По желудку. По России показывают 32% ранних стадий желудка. Их не более 7%. По Википедии 7%, а по нашим данным не более 10%. И они выдаются за выживаемость. А по отдельным территориям, видите, она не только 30%, но и больше 40%. По раку легкого 27% по России, а на самом деле не более 10%. Я к тому, что накопленные контингенты и выживаемость – это совершенно разный продукт. И не надо это путать. Потому что, вот, пожалуйста, там Липецкое, Приморское, видите, 41% по раку легкого. И говорят, у нас выживаемость 40%, у нас выживаемость 30%. Ну, специалисты, которые занимаются этой проблемой, прекрасно знают, что и связано. Обратите внимание на рак печени. По раку печени в России 10% ранних стадий. По 9 территориям честно показано, что 0%. И реально 0%, это вы тоже увидите. Но по некоторым территориям, получается, по раку легкого – это 30% и чуть ли не 40%. По поджелудочной железе то же самое – 0% должно быть, а получается по России 30%. По молочной железе по России 69%. И на самом деле эта цифра выше, потому что это молочная железа. Там все в порядке, тоже я вам покажу. Теперь то, что касается накопленных контингентов. Значит, вот по России 53%, а по Еврокар 5 – 48%, по нашим данным где-то тоже 60%, даже больше. Если по отдельным локализациям смотреть, по желудку показывают 56%, а на самом деле не более 20-25%. Ну и так далее. По пищеводу тоже 34%, а на самом деле 9-12%. По печени 28%, на самом деле 7-9%. По желудочной железе вообще 4-5%, а их показывает чуть ли не 30%. По легким 9-12%. По меланоме на самом деле выше той цифры, которая показывается в основном. И, конечно, по молочной железе не 60%, а 80%. А теперь посмотрите, пожалуйста, как у нас 8 баз данных. Вот таких у нас картинок 8. И они все очень близкие к тому виду, который здесь представлен. Можно не смотреть на наименование территории, потому что это не имеет никакого значения. Но совершенно ясно, что те больные, которые в государственной отчетности представлены с первой стадии, на самом деле это далеко не первая стадия. То есть, когда мы рассчитываем выживаемость, мы видим, что же на самом деле. Вот на самом деле оно все значительно сложнее. Повторяю, ничем мы не отличаемся от среднеевропейской. Но внутренний анализ сегодня, так как все имеют свои базы, я думаю, и в том числе Томск может посмотреть, а что же у них на самом деле при распределении выживаемости по стадиям. Но здесь есть такой момент. Если вы четко не выявляли всех умерших, у вас будет прекрасный показатель. И мы это имели на примере одной из наших территорий. У них вдруг в 2-3 раза стала выживаемость выше, чем в среднем по России. То есть, чем в среднем по Петербургу. И в среднем по Еврокар, естественно. И они это объясняли тем, что они лишились диспансера и стали теперь работать с новой диагностической техникой на базе областной больницы. И все было замечательно и прекрасно. А оказалось, все намного проще. Они лишились доступа к базе данных умерших и накопили огромное количество мертвых душ. И выдавали их за великолепные успехи. К чему я показываю эту табличку? Что под каждым тем рисунком у меня вот такие конкретные цифры. И так как здесь каждому живому поставлена дата смерти, то они объективные, это не надуманные вещи по любой территории. Теперь посмотрите, что делается по отдельным локализациям. Вот по желудкам. Первая стадия. Я думаю, что вряд ли вы можете назвать, что это первая стадия. Но это жизнь. Она так и есть. И я смотрел данные американские. И там тоже, когда они показывают первую стадию, вернее распределение по стадии, там далеко не горизонтальные линии. Так как по некоторым более приличным локализациям, более успешным в лечении, в диагностике, в выявлении. Посмотрите, что делается по раку легкого. Первая и вторая стадия. Вверх-вниз. Но дело в том, что на государственном уровне отчетности, ведь они показаны как первая и вторая стадия. И они вошли вот в ту цифру 50% ранних стадий. Поэтому я повторяю, то, что я говорил, что их не более 30 ранних стадий на круг, если считать. Это подтверждает ведущие локализации. Если по печени, сейчас, пожалуйста, посмотрите по печени, вообще не существует никаких первых, вторых и даже третьих стадий. Все они в четверке. По всем восьми территориям, которые у нас. Я думаю, что оно однотипно и по другим территориям. Если есть желание, можно у себя посмотреть, вы этим располагаете. Поэтому, конечно, здесь тоже потери. И нужно более объективно. Вот, пожалуйста, по молочной железе все более-менее нормально. Первая стадия. Идут горизонтальные линии. Первая и вторая. То есть, действительно, ранняя диагностика. Ну, это я показывал утром картинку. Повторю для тех, кто пришел позже. Значит, горизонтальные линии – это запущенность, четвертая стадия, и летальность больных, и летальность, и одногодичная летальность. По новой форме семь. Потому что меня смущает семерка. Я привык, что это тридцать пятое. А реальное количество умерших, оно показано на всю высоту столбика. По мужчинам это почти в два раза выше того официальной данной, которая представляет. Здесь по ряду территорий. Мы видим, что не только в Петербурге, но и во всех наших других территориях реальная величина, она не соответствует. Теперь я призываю все-таки всех начать исчислять выживаемость больных. Хотя там есть трудности. И если вы не все разыскали, конечно, будет замечательный показатель, с которым можно будет выходить. Но мы вот разработали переводные коэффициенты, потому что надо сопоставлять это по относительной выживаемости, а не по наблюдаемой. И переводные коэффициенты мы представляем здесь, представляем наши книги, которые вы можете заполучить позже, скажу, в электронном виде, по крайней мере. Но это первый этап. А потом надо будет, конечно, по программе нормально считать так, как это положено по Еврокар, по крайней мере. Естественно, в книге, о которой я говорю, там есть все наши 8 территорий. По некоторым рассчитаны медианы наблюдаемой выживаемости. Тоже очень ценный показатель и достаточно объективный, чтобы понимать, что делается и в целом, и по отдельным локализациям. Ну, я не буду уже говорить о методологии, потому что это все изложено достаточно широко. Достоверность учета. Индекс достоверности учета. Вещь примитивная. Число умерших делим на число заболевших. И умерших не должно быть больше, чем заболевших. В среднем на круг по России он 0,5. А вот посмотрите, что делается по отдельным территориям. Если 0,5, а мы видим и 0,7, и мы видим 0,8. Ну, вот по Ленинградской области, видите, и оба полы, мужчины и женщины. Если мы берем разные локализации и разные территории, то мы видим, что здесь выше единицы по многим территориям, по многим локализациям. Поэтому, естественно, что это все не доданное в первично заболевших. Хотя по правилам, посмертно учтенные, они должны регистрироваться сначала как заболевшие, а потом как умершие. И этим пополнять базу данных заболевших. Вот. Ну, а с ними... Поэтому, значит, то, что накоплено, то, что мыльный пузырь накоплен по контингентам по России, а по России сейчас контингенты составляют официальная цифра 3 миллиона 400 тысяч человек, по всей вероятности, ну, где-то 1700 до миллиона – это мыльный пузырь. Это реально мертвые души. Вот. Мы специально провели расчеты удельного... Вернее так, сколько настоящее время живых с третьей и четвертой стадии от начала формирования базы данных до десятого года. До десятого года. И мы получили вот по тем восьми территориям, которые от 16 до 26 процентов, что эти больные с третьей стадии живы, и до 15 процентов с четвертой стадии, что они до сих пор живы. Поэтому тот мыльный пузырь, о котором я назвал, это не... Поэтому мы предлагаем, я вот не знаю, как это возможно сделать без Минздрава, провести перепись больных и изъять мертвых душ. Вот. Мы проводили такую работу в 80-е годы. Николай Павлович Напалков, наш директор, он был инициатором. И мы вычистили. Громе того, мы нашли много новых случаев злокачественных опухолей по всем архивным данным всех лечебно-профилактических учреждений города. И оказалось, что реальные цифры, которые подавались в Москву, например, по детям, количество реальной детской заболеваемости было в два раза выше, чем та, которая была в официальных отчетах. Я просто обращаю внимание на то, что официальная отчетность все-таки профессионалы должны оцениваться с профессиональной точки зрения, а не просто руководствовать, что есть какая-то цифра, и вот она того стоит. А по некоторым локализациям, например, по опухолям мозга, у нас был недоучет 80%. Вот этим мы занимались. Мы сейчас пытаемся, вернее, мы завершаем программу по подготовке базы формирования детского популяционного регистра на региональном уровне Северо-Запада, так, чтобы массово все собрать, взаимно все всем передать, то, что мы не можем передать, подключить сюда все лечебно-профилактические учреждения и институты Москвы и города. Но я сомневаюсь, что нам дадут право работать с персонифицированными данными. А без такого контроля, хотя бы чтобы отдельные люди имели право на то, чтобы получать этот материал, мы так и будем жить, ну, в неправде. Мы должны все-таки честно сказать, с чем мы связаны. Вот эта обложка, еще раз книжка, которая уже практически вышла, может, она уже ее завезли, завтра, послезавтра в электронном виде готов послать. У нас есть целая серия книг и методических пособий. На нашем сайте можно зайти и посмотреть, или на мою фамилию, или на институты лаборатории онкологической статистики, и там эту методологию использовать и делать все, как положено. Это мой личный электронный адрес. Если будут заявки, мы вышлем вам в электронном виде последнее наше издание. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Братан Михайлович, можно мне вопрос вам задать один? Политический. Надеюсь, что никому из нас от этого плохо не станет. Политический. Так как я политикой не занимаюсь, задавайте. Ну, очень хорошо. Тогда вы легко на него ответите. Задавайте. Скажите, пожалуйста, какими вы видите перспективы внедрения международно сравнимых индикаторов эффективности онкологической службы в России? Ну, это, наверное, вопрос не мне, это вопрос к представителям института Герцена, которые этим занимаются. У меня достаточно трех критериев. Хорошо. Адресуем этот вопрос представителям института Герцена. Потому что то, что касается индекса достоверности учета, Международное агентство по изучению рака прежде всего смотрит на этот показатель. Из представленных данных не превышает ли количество умерших, количество заболевших. И все, и это им достаточно. У них и другие есть индикаторы. Да нет, индикаторов много. Я говорю, их до 40. И еще один аспект, конечно, очень вредный. Опять же, вы политический вопрос задаете, я на политический отвечаю. Вредный от Минздрава, когда они требуют поквартально, по дню, по каждому часу. А вы прекрасно знаете, что на всероссийском уровне любая информация, допустим, идет накопление или увеличение заболеваемости, она плавно нарастает. Когда вы переходите на, допустим, на уровень федеральных округов, то там начинается колебание год от года. Если вы выходите на областное, колебания больше. На районном это полпотолок. И я просто знаю, что делают на областном уровне. Говорят, у тебя уже трое умерло. Больше ты мне, пожалуйста, не подавай. Смертность надо уменьшать. И эти случаи переходят на следующий месяц. Почему? Потому что действительно на районном уровне вероятность возникновения каждого случая, она, так сказать, имеет определенные колебания. И на 100% уверены, что вот в следующие месяцы будет не 5, а 3. Поэтому 2 можно добавить туда. Но это же вообще глупость уже издеваться над самим собой и искажать государственную отчетность, если ты большими словами говоришь. Спасибо.